Разговор о создании в подарок новому году супер-гипер новой ракеты Авангард, которая может преодолевать всё на свете, включая ПВО, взбудоражили умыватников до подкорки. Ракета якобы летает со скоростью 27 махов, как заявил известный плотник-артиллерист, и может пройти через любую ПВО или ПРО противника. Однако мы сейчас кратко объясним, что это не так, и никакой супер-ракеты не существует в природе. Для начала немного истории. Первыми идеей управляемой на конечном участке ракеты попытались реализовать немцы в конце Второй мировой войны, приделав крылья к Фау-2 и пытаясь управлять ракеты радиокомандным методом. По большому счёту у них кроме увеличения дальности полёта особо ничего не вышло. Точность попадания всё равно оставляла желать лучшего. Дело в том, что на высокой скорости падения ракеты, примерно в полтора километра в секунду, крылья просто отваливались. Наиболее серьёзный шаг по пути усовершенствования точности баллистических ракет сделали в США на проект Trident II в 1986 году. Благодаря применению новой системы разведения боеголовок, которая работала на достаточно небольшой высоте, фактически на спуске, и применению системы спутникового позиционирования, американские военные смогли получить точность попадания баллистической ракеты в 170 метров. Нужно заметить, что ни советские военные, ни российские никогда так и не смогли получить подобного результата. Ещё раз, ни одна ракета советской или российской разработки не смогла повторить этот результат. Проблема та же. Высокая скорость подлёта боеголовки к цели, порядка нескольких метров в секунду, и на выходе в плотные слои атмосферы, это приводит к высоким нагрузкам, которые, если ракета пытается маневрировать, вызывают её внутренние разрушения. В первую очередь это влияет на микроэлектронику, во вторую – на всю конструкцию. Но и это ещё не главный минус. Ракета при входе в атмосферу на высоких скоростях очень сильно нагревается, до такой степени, что вокруг неё ионизируется воздух, создавая непреодолимый барьер для связи. То есть на атмосферном участке с достаточно большой высоты ракета не видит ни связи с Землёй, ни сигналов навигационных спутников, ни вообще ничего. Это просто падающая болванка. Если даже каким-то образом её сделать маневрирующей, то при ширине манёвров в несколько сот метров, а это как минимум для обхода траектории встречной противоракеты, можно и получить в результате отклонений в несколько сот от целей метров. То есть ракета всё равно будет лупить по площадям, каком ими являются города, порты, крупные заводы. Вот такая технология образца 1945 года от Фау-2. Зачем далеко ходить? В РФ пока даже не смогли повторить технологию Трабин-2 30-летней давности. В США проводились исследования в данной области на протяжении многих лет. Американские специалисты пришли к мнению, что проще построить гиперзвуковую ракету, которая будет скользить на границе атмосферы со скоростью порядка 6-10 махов. Но уже на протяжении многих лет остаётся нерешённый вопрос надёжной системы навигации такой ракеты. Сотрудник цены Ямаша Виктор Кудрявцев, которого арестовала ФСБ летом этого года, сумел немного приоткрыть завесу тайны над проектами Суперракет российского оборонпрома. По его утверждению, обе ракеты и «Авангард», и вторая ракета с гипотетическим ядерным двигателем – это очков-тирательство. Первая ракета прошла только бросковые испытания и никуда не попадает. Вторая летает не дальше нескольких десятков километров, после чего теряет управление и тоже падает. Этот телефонный разговор Кудрявцева состоит с западным коллегом и стал причиной его ареста. Учёный спил на Запад главный секрет российской оборонки. Она пытается дурить весь мир и своё руководство. Это подтверждает разведка Пентагона, согласно данным которой оба проекта пока потерпели неудачу и вряд ли будут угрожать безопасности США. Однако на всякий случай США готовятся провести испытания ПРО, которые сможет бороться с подобными целями. Для этого, по мнению американских специалистов, пригодится система лазеров, которые могут разрушать цели за счёт высокого нагрева в атмосфере. Наработки уже имеются. Второй проект – высокоскоростные электромагнитные маневрирующие снаряды, запускаемые с помощью рельефрона. Снаряды, имеющие скорость порядка 3-4 км в секунду и конструктивно более простые, чем ракеты. А значит, и на два порядка более дешёвые могут выстреливаться большими пакетами по маневрирующим целям. Небольшой резюме. Во всём этом нужно понимать, что технологический уровень Запада на два порядка выше, чем разваливающаяся Россия, где 40% населения топит свои дома дровами. Это значит, что пещерные разработки российского военпрома, которые, по сути, являются ворованными ещё в прошлом веке за счёт промышленности и анажа, найдут практически мгновенно более дешёвый и надёжный ответ от стран НАТО и Соединённых Штатов Америки. А все мультики с ракетами предназначены исключительно для надувательства разных плотников-артиллеристов в Кремле и оболванивания населения, новой порции вставания с колен и величия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...